так вот а вот это вот та часть которая мне честно говоря вот нравится лично больше всего да орда это русское конное казачье войско а вы что думали улуз монголы не все так просто давайте дальше иван данилович калита или калита думаю калита младший брат георгия даниловича один из основателей великой империи завершивший великое завоевание мира вошел в историю в частности как хан баты обратите внимание что у хана баты крест в руках хан баты это который внук чингисхана и вы спросите а кто ж тогда чингисхан если внук иван данилович калита а чингисхан вот нам дает музей на это ответ это и есть и георгий данилович что-то который старший брат ивана даниловича то есть внук чингисхана его брат хан баты кстати обратите внимание что у чингисхана уже креста в руках нет зато есть разрез глаз давайте дальше так значит чем они занимались эти братья цари иван и георгий потомки энея юрика в начале 14 века организовали великую мировую империю со столицей во владимире она же эта империя больше известна миру как римская империя ну или монгольская римская ну или монгольская или или дальше тут они рассказывают о значении ярославля мировой истории а вот кстати интересная штука четвертая окружность чтобы это не значило но вот есть значит ярославль москва новгород владимир но нет киева его еще не было в 14 веке но вы же правильно должны понимать я это не выдумываю это вот давайте дальше тут что-то про царское и апостольское христианство но это не так интересно вот деревянная пушка тут про мамая что он возглавлял регулярное русское войско но это уже как-то не удивляет а вот тоже хорошо падение метеорита на окраины ярославля но упал упал казалось бы да но что тут такого но из метеоритного железа создали блатную дамасскую сталь ярославля так дальше 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 про пророка магомета тоже русский что очевидно дальше ну вот русское войско завоевала америку да вот а кристофор колумб был русско-османским адмиралом странно что вы не знали а еще он родился в молдове вот это вот кстати отличная часть лучше но после ярослава мудрого отца иисуса читайте внимательно в конце 15 начало 16 века в единой религии появились первые признаки раскола а единой религии от христианства а в 17 18 века христианство окончательно разделилась на христианство ислам буддизм и иудаизм я я честно я не знаю как это можно комментировать мне кажется да нет вот наверное все как и должно быть вот вот теперь все закономерно ну тут вообще еще много чего интересного например вот латинский алфавит вы-то не ученая челядь что думаете что он там появился сколько-то там веков до нашей эры там шестой седьмой восьмой век до нашей эры не помню точно нет хрен там его создал и епископ рпц в конце 14 века нашей эры стефан пермский поэтому латиница и называлась раньше пермской азбукой неплохо не блин неплохо и я считаю ну что еще в российскую империю входил орегон и смех и грех профессора нгу члены академии наук имеют прямое отношение к этому музею